В то, что безнадежный аутсайдер чемпионата Тамбов, а команда перед матчами с Брянском занимала последнюю строчку в турнирной таблице, сможет оказать достойное сопротивление, верилось с трудом. Наспех собранный тамбовский коллектив не смог даже начать чемпионат вовремя, а говорить о каких-то игровых связях и командной игре и вовсе не приходится. Предсезонной подготовки у команды просто не было. Однако, когда в первом матче счет на табло стал 4-0 в пользу Тамбова, сразу вспомнилось, что в спорте возможно все. Что стало причиной столь безвольной игры брянской команды в первом поединке, недооценка соперника или физическая усталость, сказать сложно. Но очнулись подопечные Александра Воронина лишь в третьем периоде. Однако трех шайб, забитых в заключительном отрезке матча, оказалось мало. В итоге 4-3 – неожиданная победа гостей. Второй матч команды начали более спокойно. Гости атаковали неохотно, а брянские хоккеисты явно побаивались идти вперед большими силами. За первые 20 минут команды могут занести себе в актив, разве что игру в большинстве. Да и она дивидендов ни тем, ни другим не принесла. Ничья 0-0. Правда, уже первое удаление в составе Тамбовской команды во втором периоде оказалось результативным. На третьей минуте Михаил Анисимов с передачи Салаева нанес точный бросок по воротам соперника. 1-0 в пользу Брянска. Этот эпизод стал переломным в матче. Брянские хоккеисты раскрепостились и захватили инициативу. Еще не раз во втором периоде наши игроки угрожали воротам Андрея Черноскутова. Но довести дело до комфортного преимущества в счете не смогли. Не изменил расстановку сил и третий период. Шайба Анисимова в итоге так и осталась единственной в этой встрече. 1-0 минимальный успех брянской ледовой дружины. На следующий матч чемпионата во Владимир подопечные Александра Воронина отправляются в качестве шестой команды чемпионата. Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Комаров. События. Брянск.